привет всем как дела у вас у всех солнечное настроение у нас здесь калифорнийское солнце тепло и уютно сегодня хотела поговорить об очень актуальной теме страхи причем многие не знают что у людей страхи что у них есть страхи а страхи есть у многих особенно сейчас когда начался коронавирус коронавирусом еще больше страха позавчера я ходила в супермаркет я была без маски да на меня меня чуть не съели потому что я была без маски то есть людей настолько панический страх что раз сказала правительство носить маски всем надо носить что так сказала правительство то есть люди живут настолько в таких вот рамках и ограничений что ими так управляют они не могут выйти из этих рамок но это они не могут быть сами очень многим это одно из признаков человечества человека чтобы не прийти к успеху тяжело выйти прийти к успеху когда у вас есть ограничения страхи боязнь вот это да как бы и как вы выйдете на новый уровень жизни если вы сами себе поставили эти рамки мы никогда не выйдете так и будете жить в этих рамках поверьте эти рамки они вас держат большинство лишь уже большинство людей живут в этой матрице которую сами создали они оградили себя от реальности то есть реальность это то что вы хотите точек чему вы стремитесь а то к чему вы стремитесь сразу у вас наступает страх вы видите кто-то идет впереди вы скажете я хочу идти с этим человека он хочет мне помочь хочу быть рядом но тут же на вас нападают страхи а смогу ли я а получится у меня наверное не смогу и знаете что какой мне будет ответ вы абсолютно правы у вас это не получится никогда не получится пока вы сидите в этих ограничениях пока вы не снимете эти параменты страха боязни и вот это а само по себе ограничение поверьте это ограничение поставили вы сами когда вам дают возможность вот он мир пожалуйста действие скажу не я не смогу конечно же не сможешь ты же сам себе поставил эти рамки а когда ты скажешь о я не знаю как но я смогу я пишу я могу это сделать и вы это визуализируйте вам так и происходит я кстати принесла книжку сюда на балкончик себе посоветовать вам хочу называется книжка сила подсознания джо диспенсер особенно полезно для тех людей которые имеют огромные блокировки в мышлении огло огромные браки блокировки в желаниях которые хотят и боятся здесь основной трюк на чтобы я хотела обратить внимание вообще квантовый человек квантовое поле кто немножко знает квантовую физику может почитать очень интересно тут причем на таком объясняется уровне простом простым языком трудно просто не понять любой человек ее поймет не обязательно чтобы узнали квантовую физику не обязательно чтобы разбирались физики но достаточно понять строение атомов молекул и как они функционируют и как и нас в организме все это происходит то есть мы по идее там из чего мы состоим наш организм состоит из это набор клеток 60 миллионов это кстати даже сейчас зачитаю чтобы вы немножко имели представление я все время этот факт зачитываю что мне нравится как он расписан секундочку не буду отвечать алла алла прошу прощения статью directo окей ло киева киева локке 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 густан минут но киропинно не не густанин но мент но не густанин но мент но но ламентах короче во первом это высказывание я даже вам зачитаю вот когда надо да она не находится всегда так сейчас я быстро найду вот нашла то есть из чего состоит организма где состоит это из клеток это набор клеток набор клеток 60 миллиона ну и плюс умножить на 10 все наши микроорганизмы да то есть все это целый мир каждая клетка каждый микроорганизм это целый мир каждый внутри это целый мир так вот тут конечно такое предисловие не знаю все ли помочь что заставляет сердце биться это автономная нервная система а где находится эта система головном мозге лимбическая система мозга это часть автономной нервной системы если специальные участки мозговой ткани отвечающий за поддержки работы сердца ответ да из чего состоит эта ткань да а ткань это ткань состоят из клеток ну как я сказала весь организм для меня я могу сразу начинать я воды первые все вопросы убрала потому что не все это понимают я спросила чего состоит организм и из чего состоят нервные кончане чего состоит мозг из клеток все состоит на плеток это набор клеток 60 миллиардов клеток какие-то клетки сформировали мозг какие-то из клетки формируют нервную систему какие-то общую структуру у них одна у них у всех есть ядро у них сессии то хонди у них есть либо reusable у них есть between коп каждой клетки набор всякий всячины которая а а привет выполнять определенную ну так вот отдельно по клетке вопрос из чего состоит клетка клетка состоит из молекул а из чего состоит молекула молекула состоит из атомов а из чего состоят атомы а там состоят из суп атома А из чего состоят? Субатомы. Субатомы состоят из энергии. Заключение. Мы — это энергия. Понимаете, да? То есть наш физиологический аппарат состоит точно из такого же материала, как и вся Вселенная. Из чего состоит Вселенная? Из энергии. Из чего состоит человеческое тело? Из Вселенной. Ой, из энергии. 99.99% мы — энергия. Поэтому, да, это тут понять нужно, как это работает. Но я к чему вообще веду? Так, может, я хочу тут зачитать кое-какие заметки. То есть вот что значит измениться? Вот ваши страхи, да? Вот как измениться? Ну, вы всю жизнь вжили страхи, и вам говорят, что измениться — это нужно быть за рамки, за рамки внешней среды, собственно, даже тела и времени. Вот просто отключиться. У вас нет. Хорошо здесь помогают медитации. Кто ни разу не медитирует, попробуйте помедитировать. Если не знаете, как, найдите на канале YouTube медитация, как даже Джо Диспенса найдите. Найдите медитацию вот чисто отключиться на расслабление. И почувствуйте, вот когда вы ничего не чувствуете, нет ни страхов, ни боязни, ничего. Сейчас я перейду, почему мы говорили о энергии. Очень хорошее упражнение я всегда даю тем, кто очень контролирует сам себя же мозгом, под стрессом живет в течение дня, с одним стресс, 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 стресс. И когда я вам что-то предлагаю, я говорю, боже, 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 это они для меня, я не смогу, не смогу. Я уверяю, вы никогда не сможете, потому что вы уже сами их рамки поставили. А если вы сами себе скажете, да, конечно, смогу. Конечно, вы на этот ответ сами себе отвечаете. Конечно, сможете. Я много чего в жизни хотела. Я иногда даже не знала, зачем я хочу, как хочу, почему я хочу. У меня это случалось. Я, например, всегда, когда первый раз приехала в Америку, думаю, я хочу жить в Америку. Я хочу жить здесь. Я хотела здесь жить. Хотя, если честно, я не знаю, что я так стремилась сюда. Вот. Вот. Но в то время ещё когда-то давно мне хотелось жить в Америке. Когда я жила в Ирландии, а я себе такой, у меня такая была учительница с Индией, прикольно, да, я нанимала её онлайн, потому что с Индией всё же подешевле цены, и мне было удобно изучать английский онлайн с ней, классная училка была. И у нас одна из тем была, какая твоя мечта. Я говорю, моя мечта, это было, наверное, лет 10 назад, моя мечта уехать жить, жить в Америке. Она такая мне спрашивает, а ты знаешь, как ты хочешь прийти мечте, я вроде как мечты ставишь, и как бы ты как-то идёшь к ним, да? Я так подумала, а я не знаю, как я там буду жить. Ну, я знаю, что он там буду жить. Вот тебе как-то вбила в голову в своё время, да? Вот спустя пять лет я оказалась здесь, я живу здесь. Сейчас я закрою дверь. Так, понятно всё. Ой, я дверь закрыла, наверное, у меня интернет не очень проходит. Вот о чём я говорила. Вот, ну, один из примеров. Я даже это визуализировала, я представляла, что я здесь живу, живу круто, здорово. Вот у меня шикарный дом, дом с бассейном, с водопадом, горы рядом, солнце светит, ну, вообще красотища, ну, красота. Это не вот предел моих желаний. Сейчас у меня другие желания, сейчас другое к чему-то стремлюсь. Я знаю, что этого достигну. Я иногда даже не знаю, как, но вот на сейчас я вот у меня даже цели, какие есть в жизни, я знаю, что их добьюсь. Я причём цели такие ставлю нереальные, вообще нереальные, которые, казалось бы, не исполнятся, которые, казалось бы, вообще как бы тут человеку неподобные. А я их ставлю, я ставлю, я их визуализирую, я их вижу, я к ним прихожу. Вот по книжке Джо Диспейнса, да, он как раз работает над тем, как исполнять, делаешь так, чтобы исполнять желания. Вот вы, например, поставили цель. Я хочу зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. Ставьте эти цели, да 100 тысяч поставьте, ставьте такие, что не достигам, и прописывайте их ручкой, карандашом прямо прописывайте. Передайте всю эту энергию, запустите в квантовое поле этой энергией и притяните её к себе. Энергия. Что такое энергия? Как она притягивается? Желания исполняются. Вот я тут, желание, сила подсознания, сила подсознания здесь, всё-всё здесь. То есть вы загадали себе желание, я хочу быть миллионером. Ну поймите, вы желание загадали, вы ещё его должны, вы захотели, вы так, о, так классно. А вы ещё должны его прочувствовать, вы должны ощутить внутри, вы должны ощутить мозгом, и вы должны ещё визуализировать. То есть вы себя видите. Если вы это чувствуете, но вы не в состоянии себя визуализировать, квантовое поле не сработает. Я сейчас покажу, как квантовое поле работает. Я очень рекомендую эту книжку, да, особенно те, кто не уверен в себе, которые боятся выражать свои чувства, мысли, которые думают, что всё, неудачник, никогда у него ничего не получится. Вы в квантовое поле, в принципе, и отправляете. Да, я неудачник, у меня ничего не получится. Я всегда такой был, мне не повезло, я вот такой родился, никчёмный. Как работает квантовое поле? Вот смотрите, квантовое поле работает таким образом. Мышление, ваши желания и чувства, ваши эмоции, ваши мысли, ваши эмоции. Когда они в квантовом поле параллельно, оно притягивает. Но когда ваши мысли, вы мечтаете, ваши чувства вам не дают, то это не произойдёт, я хочу. Но просто смотрите, как бы антенны не совпадают, и это у вас никогда не произойдёт. Вы представляете, проводили очень много экспериментов, вообще эксперименты даже проводят, делают сканинги специальные, как в организме, вообще вся энергетика меняется. На одну вещь можно посмотреть, например, с двумя разными взглядами. Например, я возьму, вот солнце, вот просто тупо светит солнце, да, я могу сказать. Вау, не знаю, видно, не видно, я могу сказать, вау, как круто светит солнце, какой красивый голубой энергии, мне столько такой прилип энергии, мне так это нравится, прямо радостно на душе. А другой скажет, выйдет и скажет, ой, ой, как холодно, и что-то так солнце лепит в глаза, фу, как мешает. Этот человек под стрессом, этот человек нервничает, всё ему не нравится, всё ему не доволен. Смотрите, одна и та же ситуация, и какие два, две разные энергетики, да, эту энергетику люди притягивают, притягивают тех же людей. Я начала делать тоже свои собственные эксперименты, когда вот я сейчас начала работать с компанией, с командой, и смотрю, кто ко мне в команду приходит, с кем я работаю. И я вижу, что люди, прямо вот само квантовое поле мне притягивают тех людей, с которыми я хочу работать, тех людей, которые, ну, похожи на меня, такие же бойцы, и такие же, и верят, и доверяют мне. Например, другой член моей команды, но это не в моей, а параллельная команда. Я смотрю на человека, мы когда делаем общие презентации, и смотрю на эту группу людей, вот она даже со мной, резонанс не подходит. Мне вообще даже тяжело в этой группе находиться. Я слушаю всё там, как бы, ну, мы смотрим там репортажи, разбираем всё, как улучшить стратегии, техники, да. Я думаю, странно, ведь это такие же люди, но почему у меня вот квантовое поле с ними не срабатывает? Оно не срабатывает. Ненормально, мне хорошо, но это не тот же самый круг людей, которых я сама себе подбирала. Привет всем, я не знаю, если вы меня смотрите, которые это русскоязычные или нет, но у меня сейчас презентация на русском языке, не на английском и не на испанском. I'm speaking Russian, I'm not giving Spanish or English presentation. Моя презентация, mi presentación no está en español, ni está en inglés, a actualmente está en russo lo siento mucho. Так что вот, предупредила, кто не на русском, это презентация для русских. Так что вот, спасибо, то что вы меня понимаете. Thanks for understanding and gracias por entenderme. Porque hay mucho público y nos asqueros por carmes, solo en público ruso. Public is too big and so I want to do a podcast just about only Russian public. Так что вот, поэтому подумайте над собой, что же вас все-таки ограничивает, почему ваши страхи и ваши держат, и почему ваши желания не сбываются. Saludos. Поэтому страхи и вообще эти эмоциональные проблемы, конечно, они блокируют все. Пока вы держите эти страхи, настоящая жизнь начинается за пределами зоны комфорта, то есть пока вы живете в зоне комфорта, комфорт, к которому вы привыкли, этот комфорт, он будет вас держать. То есть вы привыкли вот жить в страхе, в ограничении, в лении, в обидах, если вы это все держите в себе, и это будете держать, оно так и у вас и будет. Вот ваши рамки, вот ваш мир и ваши рамки. Но как только вы уберете эти рамки, вот эти стены, ба-бас, когда они упадут, вам мир откроется. Особенно, когда вам люди протягивают помощь, предлагают, слушай, мы с тобой мир можем, слушай, мы вообще измениться можем, слушай, мы такие вещи в жизни можем сделать. И века бы, да, а потом возвращаетесь в свою зону комфорта, не говорите, не, я не смогу, не, я же привык так жить, понимаете, 35-35 лет, как вы даже Джо Диспенс описывает в своей книге, как только вам исполняется 35 лет, 35 лет, все, у нас уже ставятся блоки, и у нас вырабатываются привычки. Мы даже когда ездим за рулем или куда-то, у нас просто автоматически иногда думаешь, как я вообще-то дома доехала, я вроде не думал, потому что у нас вырабатывается патрон. Патрон, так выйти из патрона этого очень сложно. Если вы всегда ездили одной дороги, вам говорят, ну вот это не едь вот тут в объезд, потому что тут закрыто все, у вас начинается такая, как бы, перемешивание в голове, и как бы, интерференс, да, как бы, мешается что-то не так. Когда это молодые люди, они открыты, дети особенно, они открыты, они готовы запускать самолеты, они готовы полететь в космос, они готовы стать королевами, принцессы, у них нет лимита, у этих детей нет лимита. Почему? Потому что общество еще по башке им не надавало, это нельзя, это нельзя, это надо ограничение, это не положено, то есть они им еще не поприбило по башке. Но как только общество станет начнет ставить им ограничения, они начнут закрываться, закрываться, закрываться. Я, кстати, наблюдала такой случай, вот мы живем в таком районе, как бы, тут такой интеллигентный райончик такой, да, и все такие, тут мальчик вышел из дома, мы, привет, так и мы здороваемся. Стой такой надутый, потому что, ну, все же общество на него повлияло, он живет в современном мире, в Америке, представьте, да, как это с чужими дядями, тетями знакомят, здороваться. Причем мы соседи тут, ну, там, ну, через пять домов, не положен. Когда мы ездили в Коста-Рику, мы детей здороваемся, привет, улак, и так здороваемся с детишками. Они все бегут, что-то говорят. Настолько открытый менталитет, настолько нет блоков, там вообще блоков, там люди говорят вообще о других вещах. Их не интересуют материальные вещи, их интересует мир, вселенная, отношения, контакты. У них даже адресов у некоторых нет, потому что у них там гектары джунглей. Мы там нужно было написать письмо, там у Катерины был друг у моей дочки, нам было написать письмо. Мы спрашиваем, какой у тебя адрес? Мы так долго не могли узнать, какой у него адрес, потому что он сам не знал, какой у него адрес. В итоге нам дают, чуть ли там, на деревню у бабушки Коста-Рика, лимон, справа от Джерарда там, я не знаю, такая слева, вот такая финка. Это потом направо-налево, под таким, вот рядом направо с этим дядей Петей. О чем? И такой список был, как найти его участок джунглей. А привет из Коста-Рика, да, привет. Коста-Рика это вообще классное, классное место. И мы так смотрим, ну ладно, напишем письмо, там отправим, там ездили, и там на Катерине отправить какие-то вещички хотелось. Пошли на почту, и вот так идем, и думаем, вообще, а уйдет это письмо или нет? Там такой вот адрес, вообще не натуральный, ни город, ни села, ни деревня, вообще методом тыка. Мы говорим, а так, дойдет письмо она такая? Ну да, дойдет. А что, тут такие адреса? Ну да, здесь такие адреса, понимаешь? Люди вообще живут в другом измерении, другие понятия, другие ценности, вообще другие ценности. Нет такого материализма. И они, конечно, более открыты, очень открыты. И вы знаете, письмо дошло. Буквально через неделю письмо дошло, потому что мы связались, я такие, вау, нифига себе, надо же, да? То есть нет вот этого шаблона, который страны там государства обозначили. Нет вот этой вот схемы, вот как они сами от фонаря там. Да вот, пиши на деревню бабушке или на деревне дедушке, оно дойдет. Коста-Рика, вообще офигеть. Вот, понимаете, как бы, вроде тот же самый мир, но какие разные понятия мышления и открытия вообще вот самой вселенной космосу, да? Соответственно, заболеваний таких нет, психизма такого нет, как в нашем мире, современном, вот этом мире. Соответственно, в нашем мире, даже с людьми там договариваться проще, книгу предложить им проще, о здоровом образе жизни говорить проще. Это открытые люди, в этом мире, в котором мы живем, современном, говорить сегодня вообще очень сложно, потому что стоят блоки. Вот им сказали, жрите мясо, мясо налажать, а зачем мы мясо жрем? А там же протеины, какие протеины? Протеины, ну как, а что такое протеины? Белки, белки, что такое белки, а зачем белки? Как, зачем? Белки, нам же мышцы нужны. А мышцы из чего состоят? Из белков, белки, белки надо. Хорошо, а белки, что это такое-то, белки-то, что это такое, народ даже не знает, что такое белки. Белки, мне говорят, ну, почему я знаю, потому что являюсь экспертами по клеточам питания, ортомолекулярной медицине. И спрашивал, ну, а что такое белки-то? Ну, не так, ну, белки-то витамины, минералы, там, ну, да, там набор всего. В первую очередь, белки-это набор аминокислот, набор кирпичика. Вот их собрать в кучку воедино, 28 аминокислот, получается протеинчик. Вот раз кирпичик, два кирпичик, три кирпичика. Дело в том, что 20 этих кирпичиков в нашем организме сам вырабатывает, он их сам вырабатывает. Извне нам нужно только 8 кирпичиков. Как только мы извне эти кирпичики получим, организм сам соберет нужный белок и доставит туда, куда надо. Дело в том, что эти коровьи белки, мясные белки, я не знаю, там такие тяжелые, высокомолекулярные вот эти белки, которые просто-напросто не усваиваются организмом, перешла немножко на здоровье. Почему не усваиваются? Они тяжелые. Что нужно сделать организму? Вот этот вот весь набор белка, организму что нужно сделать? Разбить сперва, попытаться как-то разбить эту кисси-миссию. Из этой кисси-миссии ему найти надо 8, которые ему надо, чтобы построить тот белок, который действительно нужен нашему организму. Представляете, какая сложная работа. Это тяжелейшая работа. А все эти 8 аминокислот можно найти во всей зелени. Орехи, прорусские, это все там есть. И это усваивается в 100 раз лучше. И нет гноения, тухления, всяких этих калаверинов в организме, всяких бактерий, грибков. Развитие этого нет, кисси-мисси же нет, потому что идет быстрое усвоение. Ну, о чем я говорю? Почему я об этом сказала? Потому что раз так сказали, значит так надо делать. Но никто, кто говорит, это надо, не задался себе вопросом, а правильно ли это? А почему мне плохо? А почему раковых заболеваний стало один из трех, если раньше был один из ста, буквально за 50 лет? Почему такой сбой? Почему никто статистике не смотрит? А людям не интересно, не то, что интересно. Но меня же это не коснулось. Вот не коснулось, значит так надо, как и все. Когда людям говоришь, ты не можешь в ресторанах ходить, нам же говно одно продают. Я без ресторана, да вы что, я ж умру каждую пятницу, мне нужно ходить суши кушать. А как же это? Ну да, тогда надо, ходи кушать. Но только потом не жалуйся, что у тебя тут болит и там болит, ладно? Хорошо, иди кушай. Да, тебе надо, покушай, покушай. Суши там, с рыбкой вот этой, которая сырая, которая там с паразитами, с яйцами, там с этими, с личинками. Ну, на, кушай, кушай, конечно. Ну, не приходи, не жалуйся, если хочешь выздороветь, да? Да. Поэтому, понимаете, вот эти стереотипы социальные, они настолько сильно у нас заложены. В принципе, они нами манипулируют. И они создают вот эти блоки страха. А вы спросите себя сами. Вопросы задайте такие. Чего я боюсь? Чего вы боитесь? Ну, может быть. Ой, я боюсь заболеть. Ой, я боюсь, у меня в наследство там останется вот это заболевание, диабет, сердечно-сосудистые заболевания какие-то, порог сердца, не знаю что, да? Диабет. Вот это вы боитесь, да? А вы знаете, что это все не генетика, это называется эпигенетика, которая даже если вы родились с ней, она чистится, она исчезает. Можно полностью перепрограммировать свой организм. Но это отдельная тема. Поэтому, если вы этого боитесь, поверьте, не надо бояться. Давайте переходим на следующий страх. Чего я боюсь? Ой, я боюсь, что я никогда не стану неуспешной. У меня же нет денег. А как я без денег буду успешным? Я же не могу бизнес открыть. А вы знаете, что можно бизнес открывать с наименьшим капиталом? Малюсенький капитал иметь всего чуть-чуть, он у всех есть. У нас есть такие люди, даже у кого этого капитала нет, вообще ноль. Они видят себя, я вижу, я буду расти. Потому что любой какой-то бизнес, даже есть такие бизнесы, как сетевой маркетинг, как MLM, там, да? Когда ты вообще растешь сам по себе, это не обязательно должна быть продукция. Есть интеллигентные, интеллектуальные продукты. Интеллектуальные продукты – это когда нет самого продукта, да? Когда есть обслуживание, сервис. Это неимоверная вещь, когда ты можешь работать только с одним телефоном. И с телефоном ты можешь ездить по всему миру. И со любой точки мира ты можешь работать. Почему-то люди этого боятся, страхи. Ой, ой, боже упаси, это же неправильно, это же неверно. Не-не-не, да вы что, он меня там вдруг этим занимался. А вы знаешь, у меня вот дядя этим занимался. Ой, вообще, это такая фигня. А, ну и спрашиваешь, а какая же фигня-то? А фигня-то в том, что? Что? Потому что у него не получилось. А ты их спрашиваешь. А вот у твоего дяди или у твоего брата, вот он же этим занимался, он богатый? Спрашиваю. Нет. А у него деньги есть? Нет. А он успешный бизнесмен? Нет. А на кого ты равняешься? На человека, который стал миллионером, человек, который добился успеха, и тебе вот так на блюдечке преподносит. Давай, пошли вместе, я тебе помогу. Или тот, который сказал, что это все фигня, а сам сидит в дыре. Так вы сами-то делайте равновесие за кем идти, за тем, кто в дыре сидит, или за тем, кто все-таки поднялся. И не ищите, пожалуйста, вы негативный вот этот концентрат, там, о, о, смотри, цензура, о, смотри, там, это сказали. Поверьте, вы не туда идете, идите те, кто действительно чего-то в жизни добился. И страхи все и уйдут, и ограничения все уйдут. Не поверите, я выпустила книгу, расскажу о своей жизни, случай. Я выпустила книгу, называется «Екатерина Байлоков-Ла-Меттер». «Катерина обманула смерть». На русском она еще не вышла, но она по-другому будет на русском называться. Мы делаем второе издательство сейчас, да. На первом так ее и не выпустила, для себя самой, но второе издательство будет уже более уже отработано. На испанском языке я вышла на первое. Очень интересный факт. Я ее запустила, и она должна была выпуститься 25 октября. Книга. Она еще была даже не в продаже, только была в предпродаже, но ее люди покупали, но не могли читать. И вы не поверите, у меня уже была критика. Меня так с ног до головы уже критиковали, не читая книгу. Рассказывали обо всем, практически всю мою книгу, не знаю вообще, о чем моя книга. Поверьте, любая критика – это хороший знак, потому что на вас обращают внимание, то, что на это обращают внимание. А люди боятся. А кто боится? И кто вам говорит, это фигня? Это те люди, которые просто-напросто не достигли никаких успехов именно в этом бизнесе, именно в этом направлении. Поверьте, кто достиг успеха, они вам наоборот захотят помочь. Но почему-то вы от них отказываетесь, вы к кому идете? Ведете к тем, кто что-то сказал, кто что-то какой-то ролик запустил. У нас есть такие ролики, когда запускают, что вот эта фигня. Вы знаете, что мы делаем? Мы звоним этим людям, они не отвечают. Мы пытаемся с ними списаться, они не отвечают. Понимаете? Мы не можем найти с ними контакт, потому что мы готовим сейчас репортаж, чтобы вот эти все, собрать всю информацию, чтобы люди как-то немножко убирали эти страхи. Вы чего боитесь-то? Вы самого себя боитесь. А потом думаете, ой, вот этому так повезло, он такой богатый. Да не повезло ему. Он такой же может быть бедный, как и вы, а может еще беднее, чем вы. Он просто взял и поменялся радикально. Он взял, занял денег, у него может вообще денег не было, и он потом их вернул с лихвой. Понимаете? Все это зависит от вашего мышления. Потом задайте себе такой вопрос. От чего я прячусь? Мне вот есть такие пишут. Ой, это не для меня. Конечно, есть люди, которые соглашаются, да? Вау, я готов. Я с такими прямо просто рада работать, которые в кусты прячутся. Я, если честно, даже таких в команду не хочу. Но какой мне смысл работать с ними, с психологией, как их там разблокировать, если они сами не хотят, да? Можешь сами на собой поработать, почитайте книгу «Сила подсознания», потом приходите. Вот. Дальше. Какие переживания вы избегаете? А какие переживания я избегаю? Каких разговоров я боюсь избегать? Вы сами себе задавайте эти вопросы. И сами на них, конечно, и отвечаете, да? То есть еще другой вопрос. От каких людей я пытаюсь себя защитить? От каких людей именно? Если у меня пишут там, например, девчонки, давайте работаем с прямым эфиром, мальчишки, ребята, давайте работаем с этим, с этим. Ой, я на камеру в жизни не уходил. И что? Не выходили? А дальше что? Вот сейчас выходим. Ой, что? Ой, а что скажут? Кто скажет? Люди. Да какие люди? У тебя всего три зрителя. Ну люди. У них какие-то блоги, как будто у них тысячи зрителей. Я вообще не понимаю, да? То есть вот эти вот страхи, да? Вы же обычный человек. Я такой же обычный человек. Я просто могу выйти на камеру, поговорить. Да вы как с семьей. Сидите вот с подружкой, сели, посидели, поделили своими чувствами, поделили свои музыки, почитали книжку, полечитали статью. Да? Фильм какой-то посмотрели? Видите в эфире, порекомендуйте другим людям, но говорите это от себя. Не говорите чужими словами. Говорите то, что вы сами чувствуете. Как у вас это внутри ощущение происходит? Не надо кого-то копировать. Будьте вы самим. Интересный факт в том, что какие это вы, ваша личность. Ваша личность интересна. Вы можете быть скромным человеком, вы можете быть активным, энергичным, но это вы, это ваш характер, и вы должны это передать другим. Если вы хотите как-то выйти на прямой эфир, но не знаете как, мой совет, будьте сами собой. Вот по поводу страха, еще какой вопрос я хочу, чтобы вы себе задали. Какой может быть моя жизнь, мои отношения, работа, если я, если я вдруг противопоставлю себя своим страхам, да, вот я возьму против страхов, пойду, да, какая станет моя жизнь. Представьте, вот вы живете в страхе, в ограничении, вот ваши лимиты, вот они ваши, и вот стабильно, 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 поверьте, ни сейчас не изменится жизнь, ни через 10, ни через 20, ни к пенсии. Ну, даже ведь до пенсии, может подумайте, что до пенсии у вас, к пенсии изменится, то пробуйте, да, пробуйте, ну, если там чудо какое-то не произойдет, да, а вот уберите страхи и подумайте, а какой у меня будет вообще жизнь, если я уберу все эти ограничения, вот просто их нет. Представьте себе, вообразить и притяните эту вселенную а когда вы посмотрите страха в лицо они просто-напросто исчезнут вы просто посмотрите им глаза их нет вы сами себе их создаете так что вот это мое как бы вам сообщение пожалуйста убирайте свои страхи и ограничения слушайте положительных людей стремитесь за людьми которые чего-то в жизни достигли не идите за теми которые тянут вас нет их большинство большинство если вы за ними будете тянуться конечно вы пойдете к низу зачем бы быть там в стадии не будьте стадии вы хотите стадо поверьте ваша жизнь ваши успехи это в ваших руках всем по барабану до вас а больше всего если даже мне по барабану если вы чего-то пытаетесь сделать против течения против реки это как это какая лосось уже против реки течет ему это куда появился же в том направлении а он в другом направлении конечно сложнее ли плыть в другом направлении а вы просто научиться не замечать других это не так легко поверьте мне жизни много происходило событий и мне нужно было про просто идти против течения и вот просто отключиться что другие как просто отключиться что другие думают и вот с этим намного легче идти вперед и достигать цели не поверите вы такие будете цели достигать такие вещи у вас будут происходить вас отношения будут складывать складываться у вас дружеские отношения будут еще склаживаться, у вас экономические ситуации изменятся, потому что вы откроетесь миру, понимаете, у вас само к вам будет все приходить. Ко мне начали приходить такие вещи, ко мне начали приходить в жизни такие вещи, которые я даже, я мечтала, но я не знала откуда, они сами откуда-то вот эти сигналы приходили, потому что вы же запустили в квантовое поле сигнал, а он работает, поверьте, он работает. Это все на психологическом, эмоциональном уровне. Мы притягиваем то, что мы хотим, мы притягиваем тех, кого мы хотим, мы притягиваем то, что мы хотим. Если это страх, страх будет приходить. Это ограничение, ограничение мы в рамках будем держать. Себя. Поэтому мой совет, почитайте, пожалуйста, книжку, если вы еще сами за блоками этими стоите, Джо Диспенс, называется «Сила подсознания». Она одна из таких более простых на научных фактах, настолько просто описана, что вот не просто от балды сделай то, сделай это, а она вам предоставит научные факты, причем, в принципе, трудно будет усомниться, что это действительно реальность. Эксперименты все проведенные там, все указано, тысячи пациентов, как это работает. Вы просто сами убедитесь в самом себе, что это действительно существует. Просто мы об этом никогда не задумываемся. Потому что рамки все общества уже поставлены. Рамки общества, рамки там, где мы живем. Вот даже сейчас закон. Ходить всем маскам, строго в масках. Я говорю, в больницу, не в больницу, это пришла, в супермаркет, меня чуть не съели с потрохами, что я была без маски. А это были люди, обычно покупатели. Почему? Потому что им сказали надеть маски. Сказали, что надеть маски. Ты почему без маски? А сегодня, нет, вчера я пошла по горам гулять, а в горах запрещено ходить. Но я поймал охранник. Так, что вы здесь делаете? Ну я под дурочку, конечно, уже который день хожу, вот уже месяц хожу, уже сегодня пришлось не ходить по горам. Ну такая красота вообще. Ну меня все с горами ограничили. Покажу, как это у нас в горах. Так, где у нас горы? Вот они прямо, такой закат красивый. Красота. Так, переворачиваем камеру. Так, переворачиваем камеру. То есть вот в горы мне запретили ходить, и вот нас ограничили. Я поначалу думала, а почему нельзя в горы ходить? Блин, около дома главное можно. А почему? В горах нельзя. Для меня горы это вообще что-то, ну не как холмики, можно сказать. Кто-то говорит, так это не горы, это холмики. Ну для меня горы. Я поднимаюсь, спускаюсь, поднимаюсь, спускаюсь. Там такой заряд энергии. Этот клорофилл, этот чистый воздух, птички поют. Ой, ну просто вот, даже вот релакс такой, да, и как будто попадаешь куда-то в пустоту, вот эту вселенную, с миром сливаешься. Это так здорово. Чем вот эти шумные машины, дороги, стресс. Сейчас, конечно, их нет, даже воздух чище стал, да, но в горы запретили ходить. Я думала, что в горы-то запрещают ходить? Что, вот мы выражу? Или что? Оказывается, дело в том, что почему запрещают, потому что народ понял, что туда можно ходить. Но все туда пачкой начали ходить. Ну короче, мне надо вставать в 6 утра и туда ходить. Который раз пытаюсь шить. Как такие остановки, когда происходят, как коронавирус, да, чтобы вы знали, что вас это не касается, а вам не надо ни на пособие какие-то рассчитывать, не ждать там, что были по-не в своей стране. Не надо ничего ждать, завести от самих себя. И поверьте, есть такие сферы бизнеса, где можно действительно зарабатывать для самого себя, расти и... То есть обучающие курсы, то есть увеличился процент на 110% и к работе онлайн. Ну поверьте, очень много этих работ. Найдите способ, где хорошо можно заработать и где есть хорошая команда. Все хорошенько обсудите. Пересмотрите документацию, которую вам предлагают. И с минимальным, вот вообще минимальные, минеальные вложения, как правило, это бывает. И смотрите, чтобы было выгодно вам и выгодно вашей компании, выгодно всем и самим, самое главное, чтобы вам нравилось. Я призываю к нам, делаю такое небольшое приглашение. Кто действительно желает, у нас сейчас проходит шикарный... Достигли 110 тысяч долларов в месяц. Я, конечно, стремлюсь к ним. Я не стремлюсь, которые там 5-10 курсы проводят или там что-то, да, причем они платные проводят. Я не стремлюсь к тем, кто там негативность, негативность вот эту отражает. Я таких подальше, фуч, 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 уйди от меня. Я на меня такие. Стараюсь ими не общаться. И я стараюсь, конечно, смотреть на лидеров, потому что это тоже были обычные люди 2-3 года назад, не имели денег, не имели ничего. Я смотрю, как они так смогли выразить. Но сейчас у нас организован как раз такой мощный марафон. Мы приглашаем в участие всех марафон, где сами лидеры ведут к тебе зарплате в 10 тысяч долларов. Это не выдумка, это действительно так, потому что там обучат определенным стратегиям в срок 10 месяцев. То есть марафон будет длиться 10 месяцев абсолютно бесплатно. Конечно, нам есть определенные условия, чтобы выполнять, нужно, конечно, все домашние задания, шаг за шагом. И тогда, конечно, у вас все получится. Если вы задания выполняете, а еще их может еще в 2 раза лучше, ну поверьте, просто нереально не научиться тому, чему вас учат. И если вы хотите претендовать на то, чтобы хорошо выиграть, пройти эти соревнования марафонские и при этом сидеть на диване и не выходить из зоны комфорта, поверьте, ничего у вас не получится. Просто-напросто не приступайте. А если вы действительно хотите, то, пожалуйста, приходите. Я приглашаю. У нас ворота закрываются в конце месяца. То есть вступить можно до конца этого месяца, до 31 апреля 2020 года. То есть у нас осталось ровно 10 дней, если вы действительно этого хотите. Если вы действительно убрали все блоки, страхи, ограничения, скажите, да, я хочу. Но если они у вас все еще стоят или вам надо проработать, проработайте их, если внутри где-то что-то крутится. А если у вас действительно крепко вас стоит, лучше не приходите, живите там, где вы жили и ждите вашей пенсии в надежде, что может куда-то в соседнюю деревню съездите. Ни Гавайи, ни Багамы. Забудьте про них, это вам не светит, поверьте. Это не для вас. А если вы хотите действительно достичь целей и путешествовать по миру, отдыхать 2-3 раза в год и у вас, чтобы доход был пассивный, стабильный, это для вас. И действительно вы хотите, приходите. Я вам помогу разработать план и мы вместе начнем, то есть вместе пойдем, вы будете в этом марафоне, я вас приведу, потому что вы придете в эту команду, потому что закрытый, это закрытый марафон. И что я хотела сказать, что не тяните, если действительно у вас есть желание. У нас есть определенные шаги, как работать с командой. Мы работаем с командой и все эти шаги мы прорабатываем. Если что-то у вас не понимается, что-то у вас не воспринимается, я вам просто-напросто рекомендую обращаться к вашим лидерам, вашим спонсорам, к людям, которые вас пригласили, к вашим кураторам и просто доставать, доставать, доставать. У вас будет список людей, вы можете доставать прямо нон-стопом. Кто не ответил, другой пример, ну, к примеру, если вы, вот, мне это не получается, это надо сделать. Будьте настойчивыми. Если вы не будете настойчивыми, конечно, ну, никаких успехов вы в жизни не добьетесь. Будь это ваш бизнес, будь это бизнес в команде, будь это, я не знаю, открытие какого-то вашего, там, кафешки, если вы не будете искаться, а у нас здесь есть у кого поискать, есть у кого переспросить, поверьте, потому что у нас команда, команда заинтересована в вашем росте, ваш рост заинтересован в команде, правильно? Поэтому здесь взаимовыручка. Мы здесь работаем на взаимовыручке. То есть, если вам помогает, и вы поможете, правильно? Если вам помогает, а вы не хотите помогать, то от вас там быстро, конечно, уже скажут, знаешь, что? Болик отсюда. Поэтому здесь у нас взаимовыручка. Все взаимопонимается, все взаимовыручается, и мы дорабатываем, особенно есть люди, которые у нас новички, которые вообще начинают с нуля, и нам приходится немножко уделять им достаточно больше времени, потому что мы действительно хотим им помочь. Поэтому, если вы еще сомневаетесь, вы можете записаться ко мне, написать мне в личку, Людмила, черточка внизу, круизес, и получить бесплатную консультацию, как это работает. Если интересно, то мы с вами отработаем план, и мы вас приведем к этому марафону, чтобы вы уже попали вот к нашему крупному лидеру, который все секреты выкладывает, как в короткие сроки она пришла к этим доходам, чего нам и желает. Так что, ну вот, в принципе, и все. Я рада, чтобы вы были со мной на линии. Желаю вам хорошего вечера или утра. Ну все. Пока-пока.